всем привет очень рада видеть вас на своем канале сегодня хочу записать для вас видео про свои покупки осени я собиралась снять его наверное две недели я все ждала что будет какой-то классный свет из окна но устала ждать к лучше точно не станет поэтому снимаем как есть надеюсь будет не очень плохо видно справа от меня гора вещей и могу сказать что их очень много я уже переболела своего рода шапоголизмом и больше не скупаю половину магазина выбираю вещи тщательно и долго чтобы они служили мне тоже так же долго и были актуальны и нравились мне поехали ну и в общем то первая вещь которую я вам хочу показать это вот этот вот свитер он из магазина in city я раньше его честно скажу обходила стороной потом а мы с ними сотрудничали и я была крайне приятно удивлена потому что она правда можно найти трендовые классные вещи по очень приятным ценам вот этот свитер я купила где-то в начале сентября он конечно не очень теплый у него состав чем-то преимущественно полиэстер но 7 процентов шерсти даже есть но он очень классный такой базовый под него можно надеть вот как я майку или какую-то белую футболку чтобы оживить образ очень приятный стоил в районе по моему двух пятьсот что вообще делает его золотой покупкой сразу тогда покажу вам еще один свитер который я буду носить видимо просто не снимая чем-то я упала и вниз и горы вы его наверное видели уже у меня в инстаграме потому что я носила его уже на 1 5 это свитер от бренда 31 гей он из шерсти мериноса он очень пушистый и в его случае это скорее минус потому что он очень сильно линяет и носить его можно только вот например с кожаными вещами или с какими-то серыми джинсами на которых просто будет этого не видно этого пуха но он очень теплый очень красивый все мне все время спрашивают откуда он поэтому если не боитесь что вы будете в шерсти то советую обратить на него внимание очень классный свитер ну и раз уж мы начали с верха покажу вот эту рубашку очень долго я искала все клетчатую рубашку что-то мне все не нравились расцветки еще что-то и время на барахолке я увидела вот это вот я просто влюбилась потому что мне вообще последнее время какая-то зависимость от бордовых оттенков и эта рубашка конечно классная ее можно носить как ну стандартно как рубашку или вот мне нравится ее больше завязывать на поясе она может таким акцентом служить в образе выглядит очень классно она прям такая дубовая качественная мужская рубашка купил кстати за 5 евро просто такая почему у меня здесь есть такие спортивные штаны здесь видно от бренда олвинит не как будто немного вареные мне очень понравилось в них это они не толстые не на флисовые подкладки поэтому для долгих прогулок они не подойдут но я просто очень люблю всякие спортивные штаны и мне захотелось добавить в мой гардероб что-то яркое это бывает редко обычно у меня все черное серое коричневое белое теперь есть красный штат как теперь предлагаю посмотреть верхнюю одежду тут у меня три позиции покажу сначала самую холодную из них это такой бомбер из это кожи он из зары тоже его время купила надеялась конечно еще успеть его поносить но он так вот с ценником видимо до весны и привисит у меня шкафу но он мне очень понравился я не думаю что он выйдет из моду также актуален через полгода он немного укороченный передает ли камеру телефона он немного зеленоватого оттенка то есть он не черный не такой серо-зеленый и вообще он кстати довольно теплый но наверное на погоду плюс 12 плюс 15 на плюс 5 наши с моросью конечно не подойдет следующая покупка это такая куртка тире рубашка под мишку коричневого цвета до этого у меня все подобные вещи были только таких светлых бежевых оттенков увидел эту коричневую она на каждый день очень милая приятная вещица мне не очень нравится рубашечного кроя верхняя одежда но в ней почему-то это мне не сильно смутило тоже я ее из рима притащила она довольно теплая ну и вот это вообще герой моего показа сегодняшнего это молочное пальто она максимальной длины от бренда тоже ул винит я последнее время у них прям много нахожу вещей классных но она просто шикарно я не знаю я его увидела и просто я не смогла без него уйти она шерстяное вот его надеваешь и просто чувствуешь себя сразу на все 100 потрясающая вещь очень акцентная можно носить самыми вообще обычными вещами и будет выглядеть шикарно не знаю если она у них еще есть просто бегите покупайте она будет просто актуальной лет 10-20 очень его люблю теперь время аксессуаров у меня здесь есть две сумки первая такая коричневая вообще купила ли в каком-то новой магазине за 30 или 40 евро она языка кожи но мне просто понравился ее цвет меня вот на коричневый тоже потянул ну как обычно осенью принципе у нее такая приятная форма приятный размер то есть на довольно вместительная но она не прям громоздкая это что у нее есть ремень или удобно носить через плечо в общем для каких-то дней когда много всяких дел работы классная и следующая сумка это сумка кучинели я показывала ее во влоге в нее влюбилась я ношу ее каждый день я очень переживаю что она замшевая и может быстро выйти из строя поэтому буду наверно носить ее чуть меньше тоже что-то меня вот прям потянула снова на сумке через плечо хотя их очень долгое время не носила но это так удобно надел и вообще не надо ее держать в руках класс у нее конечно маленький такой стандартный размер но у меня туда все влезает очень классная сумка я ее прям обожаю из обуви из обуви у нас только одна пара одна пара абсолютно не актуальная на санкт-петербургскую погоду но мною горячо любимая это беркинстоки саба бостон на меху все лето я собиралась купить себе стандартные такие когда дошло дело до покупки я поняла что в принципе это уже абсолютно идиотская идея покупать в октябре саба для чего непонятно поэтому купила себе в итоге на меху тоже из италии их притащила кстати очень сложно найти их там особенно в этом цвете этот цвет по моему толп называется самый классический у них небольшая пауза бублик не мог простить мне что я не пригласила его стать участником этого видеоролика ходить в них сейчас холодно но если на машине или недалеко просто ну там в кафе в ресторан то можно с носочком теплым нормально но они мне так нравятся вообще просто я их обожаю я бы каждый день не ходил но опять же когда дождь не рискую пока в них выходить не знаю что с ними будет от дождя соли и снега немножко буду их беречь еще похожу в них надеюсь весной у нас как раз весна такая как зима во многих странах вот жилось я конечно тут вещами так ну и последняя большая вещь кстати последнее приобретение это шляпа от нашего бренда кокошник так понимаю что это их лимитированная коллекция осенняя а нас такими металлическими деталями я обожаю шляпы большую часть времени они лежат у меня в шкафу на мне хорошо и приятно даже от того что они просто там находятся сейчас он пример даже еще с ценником не уверена что красиво надел но она потрясающе у меня видите все в такой гамме одинаковые могут все сразу надеть будет сочетаться очень мне понравилось сначала думала над черной потом думаю чуть черная коричневая еще и лимитированная намного интереснее еще она вот что мне поразано сразу села мне на голову так вот прям правильно и хорошо и удобно такое бывает редко со шляпами у меня вот сейчас быстренько покажу вам еще косметики немного больше уходовой и украшений решил немного косметики здесь тоже показать что мелочиться тоже более что ее прям реально мало первое это такие падали лица такие тканевые большие диски тоненькие пропитанные сыворотками они для улучшения кожи ее тона для выравнивания тона для придания хорошего оттенка приятные я ими на ночь протираю лицо не смываю оставляю утром замечаю разницу классная штука покупала в золотом яблоки я где-то сентябре в начале купила может быть может быть даже в конце августа но при плетем и так покупкам осени и попробую использовала наверное одну треть мне нравится я бы купила их еще раз потом то что купила duty free это тоник пикси у меня один закончился уже поэтому купила 2 конечно надо подбирать под под себя пробовать но он мне нравится и слышал на него много положительных отзывов он с кислотами минимизирует пятна если какие-то пост акне остались выравнивает общий тоже тон кожи у меня все продукты на выравнивание тона кожи работают вот этот крем я его показываю уже в stories от ларош пассе и не знаю что он делает но он он убирает все он как будто работает и против каких-то воспалений и выравнивает тон кожи и убирает если что-то шелушится хотя по текстуре он просто как детский крем из детства но вообще магическая вещь он есть в маленьком объеме поэтому попробуйте может быть он вам также подойдет как мне я сначала когда первый раз нанесла думаю нет он не точно не подойдет он какой-то жирный еще что то нет он прям классный он вообще работает как заживляющий бальзам то есть он даже может быть использован на каких-то ранах и ссадинах но мне вот прям нравится особенно в зимний период когда кожа сохнет он мне прям подходит на каждый день и купила the ordinary свою любимую сыворотку кофеин solution она против мешков под глазами вот на ночь и наношу утром меньше мешки у меня это проблема есть есть недавно борюсь эта штука классная тоже не первый мой флакон и вот такой еще бальзам для губки давно его хотела время зашла купила кстати он там стоит в три раза дешевле чем у нас там он стоит вам 5 евро у нас полторы тысячи рублей он очень приятный вообще он не липкий он еще работает как увеличить немножко увеличивает объем губ у него очень приятный цвет очень приятная консистенция продается у нас этом яблоки даже за полторы тысячи я считаю что он того стоит ну в общем то и все как я и сказала покупок немного но они все они все актуальны они все мне нравятся они прекрасно вписываются в мой гардероб плюс так как я уезжала надолго я больше все равно вещи покупаю в россии они за границей думаю что зимой будет уже больше покупок потому что я пока никуда не планирую ехать плюс мне нужно обновить зимний гардероб каких-то свитеров докупить пуховик купить обязательно вам покажу сделаю обзор что можно найти в масс-маркете в этом сезоне и спасибо что посмотрели это видео до новых встреч